Андрей Широков, Клуб «Эфиропродоцелитель». Я записал ролик о том, что исцеление возможно для всех практически при любых и тяжелых хронических недугах и со всеми этими диагнозами от врачей, которые многих просто поставили в какой-то тупик, как клеймо, что теперь только залечиваться. Важно не только обнаружить сознанием, что ты попал в какую-то кабалу зависимости. Это было и со мной, и меня сажали на тяжелейшие лекарства. И многих людей сажают, и просто не все вам рассказывают, что они на антидепрессантах, или они уже давно на таблетках от давления, от собственной же глюкозы в крови, или на каких-нибудь статинах, которые просто убивают печень зачем-то, потому что она якобы виновата, что слишком много холестерина в крови. Вот. Но мы это все обсуждали в роликах, да, что это даже эти лекарства не только не исцеляют, они только усугубляют положение. Ну, хорошо, вот мы это осознали, и дальше как бы мы осознали, что мы идем натуральными средствами, мы идем к исцелению. Мы даже осознали, что мы поднакопили, у нас огромная работа, а была оставлена ранее, вот на потом. И это потом, это как проценты, которые нужно отдавать вместе с самим кредитом. А у нас, по сути, уже нету сил, потому что мы измучены. И теперь, да, скажем так, приоткрывая шлюзы очищения и стимулируя очищение, нам нужно будет еще пройти через кризы очищения и научиться стабилизировать свою ситуацию, да, поддерживать какую-то стабильность, чтобы в кризах очищения не вылетать на плохую еду, не вылетать опять на лекарства, на желание вот это заблокировать. Ну, это как у наркомана, понимаете, да, пережить вот эти вот, по сути, эту абстиненцию. И это достаточно сложная задача. И можно ли ее пройти без и врачей, и натуропатов? В принципе, конечно, можно. Можно ли без каких-то дополнительной там фитотерапии или гемеопатии, а просто изменением питания? В принципе, можно. И удается ли это? Большинству нет. И это тоже факт, да. И, значит, задача достаточно сложная. И я также как бы где-то шел сам, но параллельно как бы, да, впитывал информацию, потому что вот эта стандартная информация, которая витает, она не ведет к исцелению. Все равно я, в общем-то, был начитанный, да, у меня там красный диплом провизора. Я многим интересовался. Мне всегда говорили, какой вы умненький, как вы столько всего знаете, как замечательно. Но я даже себе не мог помочь. В общем-то, я понимал, да, надо натурально, надо там вот работать над собой. Но это на самом деле больше было вот как что-то такое эфемерное, иллюзорное. Поэтому опять же спрашивают, да, почему вот где исцелившиеся, где абсолютно здоровые, если так все просто. И у этого есть, конечно же, причины. Хотя, повторюсь, на самом деле все просто. Все просто, но изначально, да, как бы все так сложно, сложено, положено, усложнено, что добраться вот до этого вот ядра, до простого, что ты от природы целостный, что ты сам себя нарушаешь, да, если это касается детей, то в семье или по родовым там программам ты принимаешь и как бы отражаешь проблемы. И что, по сути, как бы по мере очищения ты становишься сильнее и менее восприимчив вообще к каким-то там чужеродным агентам. Все это, вроде бы все просто, но когда ты уже сделан системой, а уж если ты загнан в какой-то тупик самим собой, но в тупик, как это случилось в моей жизни в свое время, когда уже все, уже тяжелейшие лекарства, и ты теряешь управление над собой. И в такой ситуации тут уже панель и пропал, и вот когда мои пациенты рассказывают, что вы знаете, все было так хорошо, и тут вдруг я говорю, ну скажите спасибо, ну по-другому же бы вы не перешли бы на то же там сыроедение, например, и не стали бы вообще вот по-другому с собой заниматься, потому что пока было все хорошо, это была определенная иллюзия, да, что-то из подсознания пошло дальше, то есть и, к сожалению, когда мы тяжелее отпускаем прошлое и свои блоки, на физике это выглядит более остро. И здесь я вот хочу просто предупредить, что на самом деле просто многие удивляются, вот вы говорите, что все так достаточно просто, что есть у всего, в общем-то, причины, да, и самому себя можно перепрограммировать, и можно натуральными средствами, даже без вещества решать, ну глобальное как бы, да. Это правда, я тоже, я к этому пришел, но не сразу. И, конечно, здесь, общаясь с людьми, я делаю, как, конечно, как вам сказать, вот некоторые пишут, ну вы-то хорошо, вы-то там вот продвинутый, а вы на нас злитесь, мы там чего-то не понимаем, никто ни на кого не злится. Не злюсь немножечко, как бы, как и многие, как Юрий Фролов, там, и Михаил Советов, и различные другие блогеры по здоровью. Призываю, ну изучайте, потратьте, пожалуйста, ваше время, и Евгений Божьев на это обращает внимание. Вы задаете вопросы, ну из вопросов видно, что, ну, вам некогда было изучать весь канал, я понимаю, но многим просто уже неинтересно по сто раз слушать одно и то же, да. Только потому, что вы в верхних роликах что-то увидели, это вас поразило, откуда, и вы начинаете вот эти вопросы, какая глюкоза в крови, там, да, и так далее. То есть нужно изучить, если вы хотите вот взять что-то из моих знаний, вам нужно вот этот фундамент как бы весь как-то пролистать его, просмотреть, потому что просто урывками оно не получится. Это больше, ну, может быть, так просто, чтобы о чем-то человек задумался, о чем этот канал. Но чтобы вот постичь, да, какую-то вот эту парадигму, парадигму независимости от еды, парадигму независимости от белков, жиров, углеводов, парадигма питания во благо вкусов и в плюс телу, да. Ну, если вам не хватает каких-то пазлов, то, ну, нужно осмотреть всю картину, вот эту мозаику, чтобы составить, иначе, ну, вы увидели просто ногу или просто уши. Ну, а что это за зверь, да, это непонятно. Поэтому здесь нету никакой... И понимаю, что, да, это тяжело. И мне самому, повторюсь, с таким профессиональным образованием, и я, ну, не глупый человек и развитый, многое вот последние годы пришлось просто перевернуть в своем сознании. И при этом я все равно осознаю, что дальше будет больше. Что это только вот первая страничка, которую мы еще только вот пытаемся перевернуть. И здесь никто никого не ругает, там ни врачи, ни науку. К тому же я, ну, понимаю, что есть другая наука и другие врачи для других людей. А то, что выбрасывают для нас, как для быдла, да, это так, скажем, просто какие-то ошметки. И здесь я в таком же положении, как и вы. Просто, ну, в чем-то я вот, какой-то этап я прорвался, да, не от хорошей жизни. И делюсь этим и показываю. Но я не дошел до вот прямо, знаете, финишной прямой, или вот на вершине там, и вот махать, что давайте сюда ко мне. Тут вот прямо все хорошо, уже ничего не нужно. Я также в пути, да, и мы с вами идем. И вообще я не видел пока абсолютно здравых целителей. Вот, поэтому даже и не себя, никого бы не назвал по-настоящему целителем. А просто люди с некоторым опытом, которые могут поделиться некоторыми программами. А решать уже и исцелять себя вам. Андрей Широков, Клуб Эксер Парада Целин.